Здравствуйте! В студии Дмитрий Сапунов. Мы продолжаем разговаривать о потребительском рынке города Омска. Сегодня гость наш Светлана Галкина, президент Ассоциации Омских Кулинаров. Здравствуйте, Светлана. Добрый вечер. Омская ресторация, Омское сообщество общественного питания насчитывает более тысячи предприятий. Это достаточно большая отрасль, которая в сфере всего потребительского рынка занимает более 5%. И, конечно, хотелось бы поговорить об основных тенденциях развития этой отрасли, узнать, что было, что нас ожидает в 2012 году и что планируется на 2013 год. Действительно, развитие омской кулинарии, омской ресторации, оно, в общем-то, имеет те же тенденции, как и общероссийская ресторация. Но тенденции развития всегда связаны с общей развитием территории, с уровнем дохода населения. В Омске достаточно большой потенциал для развития различных форматов ресторанного бизнеса. Я думаю, что будут развиваться и предприятия класса фастфуд, сегодня их не так много в городе, и предприятия более высокой кухни, рестораны с различными, это различные тематические рестораны, развлекательные клубы, они будут находить применение. Хочу сказать, что у нас недостаточно таких форматов сегодня, как рестораны готовой еды, когда можно выбрать из известных и неизвестных продуктов и приготовить какое-то блюдо на заказ прямо на виду у потребителя. Сегодня это совершенно не развито, и я думаю, это будет развиваться вновь. Как только появится у нас более высокий, с высоким уровнем достатка потребитель, достаточно его много, будут и рестораны молекулярной кухни и какие-то другие. Я думаю, это все еще впереди у Омска. То есть на Солмске ходят не только за тем, чтобы погулять, отдохнуть, попить, но и поесть, да, получается? В первую очередь поесть. Предприятие общественного питания предназначено для того, чтобы вот именно дарить людям радость вкусной еды, в первую очередь. А во вторую уже развлечение, отдых, хорошая атмосфера, возможность общения. Я думаю, это главное предназначение – хорошая еда. Я не случайно этот вопрос задал, потому что по исследованиям, которые проводилась РБК, в 2011 году рост как раз с ресторацией был связан с запретом на продажу алкоголя после 11 часов. И достаточно вот в общероссийской формате, да, получилась вот такая хорошая тенденция для роста. В 2013 году мы ожидаем с вами достаточно жесткое сокращение по курению. Как вот это оно скажется на Омской ресторации? Отразится? Такие проблемы могут возникать. Действительно, вот запрет продажи алкоголя в магазинах после 11 привлек достаточное количество молодежи в рестораны, в клубы, где после 11 можно развлекаться, выпив, допустим, какой-то коктейль. Что касается запрета на курение, то и рестораторы, в общем-то, переживают. Но это хорошая тенденция. Мы должны все быть за здоровый образ жизни. И я думаю, наши порядочные рестораторы тоже должны это поддержать, воздействовать на молодежь с тем, чтобы, в общем-то, сократилось количество число курящих. Вот вы упомянули порядочные рестораторы. То есть можно говорить, что в Омске есть какое-то количество непорядочных, недобросовестных рестораций. В целом, не беистые. Я думаю, есть, конечно. Вот Ассоциация Омских кулинаров объединяет тех рестораторов, которые имеют и профессиональный опыт, и определенный набор компетенций. Но очень много в нашем бизнесе начинающих предпринимателей, которые, ну, просто пришли для того, чтобы, в общем-то, сделать деньги какие-то, сделать бизнес, не разбираясь в тех средствах, которые они приложат к этому. И мы их называем недобропорядочными, которые вот за единовременную прибыль. Все-таки хорошо бы, если бы рестораторы были порядочными и просматривали на несколько ходов вперед. Какие последствия будут от того, что он открывает это заведение? Не только не отравить кого-нибудь, но и, в общем-то, способствовать здоровому образу жизни, здоровому питанию, здоровому вообще времяпровождению. В Омске большинство каких рестораций, которые вот уже существуют не один год, или вот таких, как однодневки, как есть фирмы-однодневки в бизнесе, так вот здесь воткнули, открылись, быстренько что-то приготовили, как вы говорите, потравили или сорвали хороший куш и закрылись. Вот в чем изюминка вот нашей Омске? Я думаю, что у нас где-то, наверное, 50 на 50. Все, кто пришли в этот бизнес серьезно надолго, и они серьезно занимаются развитием ресторанного бизнеса, открывают предприятия различных форматов и уже более 15 лет работают в бизнесе. Это достаточный срок. И есть однодневные предприниматели, которые, получив деньги в строительном бизнесе или в риэлторском бизнесе, или за счет перепродажи, просто открывают ресторан для себя. Вот как карманный ресторан, как игрушку, которую сегодня открыл, завтра не разонравилась, закрыл. Такие тоже предприниматели есть, и, в общем-то, они рассматривают как определенное вложение денег, а не как серьезный бизнес надолго. А вот сегодня идет тенденция тоже общероссийская, и в том числе и в Омске я уже вижу, открытие сетевой ресторации, открытие сетевого фастфуда. То есть франчайзинг, в основном по франчайзингу в регионы идет, то есть достаточно активно развивается в Новосибирске, Екатеринбурге. Мы пока как-то так в отдалении, но вот это вот ожидается. По фастфуду пошло. Будет ли ресторация? Все же мы, естественно, думаем, а вот может Новиков у нас что-нибудь откроют? Я думаю, что Новиков, возможно, у нас и откроет, но все рассматривают привлекательность региона для вложения средств, в первую очередь. Любой ресторатор серьезный, он серьезный инвестор, он думает, а какую, в общем-то, доходность будет давать его заведение. Понятно, что развитие франчайзинга привело фастфуд, это как наиболее быстро окупаемое предприятие, питание и четко просматриваемое. Концептуальные рестораны сложнее открывать, потому что они ориентированы на определенные целевые группы. Я думаю, когда вот такие целевые группы потребителей у нас вырастут, это вот, в общем-то, средний класс, серьезный достаточно такой, тогда у нас будут появляться вот сетевые какие-то концептуальные заведения, как Новикова или еще вот других рестораторов. Но, во всяком случае, переговоры такие мы уже вели на уровне федерации, приглашали сюда, и, возможно, вот на одно из мероприятий, которое у нас целевое, годовое, это чемпионат по кулинарии и сервису, мы пригласим из федерации рестораторов активных членов, возможно, они откликнутся и обсудим какие-то вот вопросы создания, может быть, совместных предприятий здесь, интересных таких сетевых форматов ресторанного бизнеса. Получается, что сегодня Омск недостаточно финансово привлекателен для развития, вот как мы говорим, концептуальных, потому что там все-таки, наверное, достаточно небольшая группа людей посещающих, но оплачиваешь достаточно большой чек, наверное. Да, средний чек достаточно высок по сравнению со нашим омским средним чеком, поэтому у нас вот неохотно пока идут инвесторы. Надеюсь, вот общая тенденция развития региона, она позволит как бы повысить доходность наших потребителей и привлечь такие рестораны. А средняя окупаемость, средняя по отрасли мы, естественно, говорим, окупаемость омского ресторана. Есть какие-то цифры? Это разные совершенно цифры, в зависимости от тех вложений, которые ресторатор сделал. Есть очень большие затраты на интерьер предприятия, такие, как делает, например, ресторан Луговская Слобода, когда все делается, авторская мебель, совершенно очень из ценных пород дерева, с очень дорогой отделкой, тогда, конечно, срок окупаемости больше. И есть фастфуды из простых отделочных материалов, скажем, сделано, мебель, интерьер, четкая, простая схема закупа продуктов. Здесь, конечно, окупаемость быстрее. Ну, в среднем это, наверное, от двух лет и более. То есть достаточно привлекательно. Это самый простой формат можно окупить в короткие сроки, самый простой формат. А, конечно, хорошие рестораны высокой кухни окупаются значительно дольше. У нас вот какие-то показатели насыщенности этой отрасли существуют в городе? Проводились исследования? Вот сейчас мы заказали такие исследования, поскольку вот хотим разработать программу совместно с администрацией развития индустрии питания в Омске и Омской области для того, чтобы определить вот и идентификаторы роста, и целевые показатели. Ну, есть разные оценки по насыщенности сети общественного питания. Вот вы сказали одни показатели, а буквально вот на днях я прочитала маркетинговое исследование одной из компаний, где говорится, что у нас показатель на тысячу жителей 0,14. То есть фактически это в 10 раз ниже, чем в Москве, а в Москве один ресторан на тысячу жителей. И если в Париже 5 ресторанов на тысячу, представляете, то есть как он отличается от общеевропейских показателей. То есть у нас еще есть большой потенциал для развития ресторанного бизнеса. Совсем нет ресторанных двориков. Вот буквально недавно я была в Астане, там просто улицы ресторанов. Улицы, где разных форматов предприятий один на одном размещены. То есть это и ресторан казахской кухни, ресторан узбекской кухни, ресторан европейской кухни. То есть фактически вот и можно зайти в любое. У нас очень рассредоточены предприятия, либо скучены вообще в одном месте, как Маркса 5А, да? Но в других районах совсем не развиты. Поэтому здесь есть куда... А ресторанные дворики, они в формате стрит-ритейла, то есть где-то на улице сформированы, как мы говорим, Маркса 5, или в сущности в торговых комплексах? В торговых комплексах, как правило, это фастфуд. А вот для привлечения туристов и вообще для привлечения вот такого, как мы говорим, потребителя со средним достатком, нужно, конечно, такой уличный формат, отдельный вход в заведение со всеми комнатами для приема гостей вестибюлями и так далее, гардеробными комнатами, вот чтобы был полный формат ресторанный. Таких нет. А жалуются ли омские рестораторы сегодня на своего потребителя? Вот, там ходит мало, платит мало. Или вот как сегодня бизнес ведут омские рестораты? Сложно, комфортно, достаточно? По-разному ведут бизнес, кто-то жалуется, но, опять-таки, я говорю, в условиях конкуренции каждый предприниматель должен стремиться удовлетворять не только потребности, но и ожидания потребителя, да? То есть он должен любить своего клиента, он должен понимать его запросы, он должен с ним сотрудничать. Жаловаться нет смысла, иначе этот бизнес, в общем-то, прекратит свое существование. Нужно подстраиваться. Если сегодня не находят потребителя какие-то там кулинарные изыски того или иного предприятия, значит, нужно либо перестраивать свое предприятие, ориентировать на того клиента, который сегодня есть, забыть о каких-то там более высоких направлениях, потому что нет потребителя, либо идти в другой вообще бизнес. Другого пути нет. Мы работаем для нашего потребителя. Что толку жаловаться, что он неплатежеспособный, например? Мы эту ситуацию изменить не можем. Мы должны в этом бизнесе работать и подстраиваться под его потребности. Клиент всегда прав. Это для омской ресторации? Конечно, бывают разные потребители. Бывают очень конфликтные. Их нужно, ну, с ними нужно работать до входа в ресторан, скажем так. Поэтому и уровень подготовки персонала, в том числе обслуживающий, должен быть очень высоким. И еще очень важно на входе клиенту объяснить условия оказания услуг в данном предприятии. Ведь на сегодня существуют стандарты определенные и правила оказания услуг, где прописано, что можно, как блюдо должно быть приготовлено, какой выход, какая цена. Если потребитель это заранее знает, он уже не пойдет в это предприятие, если его карман не позволяет это ему сделать. Или он просто не хочет такое обслуживание получать. А если вы заходите в ресторан и видите, что вам предлагается блюдо по одной цене, но оно вас разочаровало по составу компонентов, вообще по способу приготовления, и вас об этом не предупредили, возникает как раз ситуация такая неудовольствия, неудовлетворения клиентов. И возникает конфликт. Вот тут клиент прав или не прав? Как вы думаете? Наверное, прав. Наверное, прав. А не прав тогда предприниматель, потому что он не рассказал, не довел достаточную информацию для клиента для того, чтобы не было вот этого вот жалоб, конфликта какого-то. Поэтому я считаю, что любой предприниматель должен быть настроен на удовлетворение потребностей клиента, должен выяснять их и должен создавать условия для того, чтобы клиент был удовлетворен. Хорошо. То есть мы вот так вот коснулись такой вещи очень, другательского слова для города Омск, как маркетинг, да, получается. Вот насколько омские кулинары, рестораторы работают в маркетинговой стратегии, используют маркетинговый инструмент? Я думаю, очень слабо используют. Да, вот в том числе. По наитию, потому что серьезных маркетинговых исследований, сколько я общаюсь с рестораторами, практически никто не заказывает. То есть определение целевых групп и своего потребителя, все так по наитию, учитывая свой опыт, осуществляется. Потому что все экономят. Только сетевые рестораторы, только федеральные сети, в общем-то, основывают свой бизнес на серьезных маркетинговых исследованиях, на оценки потоков потребителей, на целевых группах, вот там это есть. Наши предприниматели, те, которые хотят вот сегодня просто вложить деньги в бизнес, в большинстве этого не делают. Хотя это делать нужно, безусловно. И в вопросах продвижения тоже, в общем-то, есть пробелы. Потому что слабая реклама, слабое продвижение тех или иных услуг, выявление особенностей, как вы сказали, это действительно есть здесь над чем работать рестораторами. Кстати, мы одной из своих задач в ассоциации ставим создание обучающих программ для менеджеров, в том числе, вот в области менеджмента. Это и маркетинговые технологии, это и пиар-технологии, чтобы вот возможность была продвижения, информирования об услугах, более серьезная, более четкая. А где получают образование вот люди, которые потом приходят в Омскую ресторацию? У нас есть какие-то образовательные учреждения, которые вот достаточно качественно готовят? У нас в Омске действительно есть образовательные учреждения. Я назову три основных – это колледж торговли, экономики и сервиса, торгово-экономический колледж и Омский экономический институт. Именно здесь готовят кадры для сферы индустрии питания, поваров, кондитеров и менеджеров, инженеров-технологов высшей квалификации. Это хорошее учебное заведение. Ассоциация, кстати, принимает участие в их работе, сотрудничает с ними через экспертизу образовательных программ, через участие в совместных мероприятиях, будь то чемпионат по кулинарии и сервису, где преподаватели участвуют и как менеджеры команд участников, и как члены жюри. Но, в общем-то, проблема подготовки кадров для сферы индустрии питания все же остается очень серьезной. Поэтому в этом году Ассоциация Омских кулинаров приняла решение о создании Центра профессиональных компетенций рынка хорока. То есть это новый такой центр, который будет оказывать образовательные услуги дополнительные для рестораторов, кондитеров и кулинаров по новым технологиям, по тем модулям, которые нужны для работодателей. То есть в основу этих программ будут положены профессиональные стандарты работодателей. Что же хочет сегодня работодатель увидеть от того повара, который к нему приходит на работу? Причем с последующей сертификацией такого работника. Здесь мы предполагаем, что хороший повар, он так же, как врач, может и навредить здоровью. Вернее, не хороший повар, а хороший может вылечить. Поэтому здесь будет иметь выпускник сертификат, в котором будет написано, что это повар высшего разряда по каким-то темам блюда из мяса, блюда из рыбы, там работает с морепродуктами и так далее. Этого сертификата можно лишить, в отличие от диплома, которого лишить невозможно, да, за профнепригодность. И мы надеемся, что это позволит повысить качество подготовки персонала, ну и в целом, конечно, качество реализуемых блюд и изделий в предприятиях общественных предприятий. А насколько администрация города, области способствует развитию этой сферы общественного питания города Омска? Формально ли они способствуют, или все-таки мы видим какие-то хорошие такие вложения? Мы сотрудничаем и с городскими властями, и с областными властями в вопросах функционирования нашего общественного объединения, скажем так, в целях развития сферы индустрии питания. В общем-то, сегодня существуют программы поддержки предпринимателей, в том числе и начинающих, и они касаются в какой-то мере предпринимателей, которые открывают свои кафе и рестораны, я вижу эти проекты. Но работы у нас по поддержке развития сферы общественного питания, как говорится, очень много. И мы сегодня предлагаем органам власти создать программу развития индустрии питания, в том числе на селе, потому что там очень слабо развитость в сети общественного питания, как в количественном плане, так и в качественном, безусловно. То есть хороших форматов нет вообще. Шаурма. Да, в основном это фастфуд низкого качества. И здесь нужно четко определять, какие предприятия и где должны быть. Органы власти должны формировать вот эти площадки для того, чтобы бизнес туда пришел, для предложения нам. Мы готовы этой работой заняться, мы готовы сотрудничать с органами власти. Такие предложения мы высказывали и в ходе предвыборных кампаний по выборам мэра. Понимание мы находим. Я надеюсь, что сотрудничество будет осуществляться в этих направлениях. Еще раз говорю, что работы здесь очень много, и проблема развития сферы общественного питания, она существует. И огромная работа у нас предстоит по социальному питанию. Прежде всего, это вот школьное питание, питание в учреждениях здравоохранения. На наш взгляд, очень плохо там сегодня ситуация дел обстоит. И с операторами рынка услуг питания, то есть теми, кто приходит и оказывает эти услуги. И вообще с открытостью этих конкурсов, какие критерии выставляются, и кто вообще побеждает в этом. И с контролем качества на этих предприятиях. Все это оставляет желать лучшего. Поэтому мы об этом тоже заявляем. И предлагаем войти ассоциации как профессиональному сообществу в комиссии по определению победителей. Потому что кто, как не мы, может оценить и добропорядочность предпринимателя, и вообще реальный его профессионализм. Никто из чиновников этого сделать не может. Мы сталкивались с такими вопросами. Чиновники, как правило, не знают ни стандартов ведения бизнеса в сфере общественного питания. Вообще не знают о существовании каких-то нормативов, ГОСТов. А вот за счет чего в школах можно изменить систему питания, улучшить качество ее? Мы говорим, да, это контроль за тендерами, за теми, кто выигрывает, чтобы приходили профессионалы. Потому что порой, действительно, мы видели, слышали, там отравились детишки, там отравились. Когда разбираются, оказывается, что люди просто непрофессиональны, что это знакомый кого-то, да, быстренько этот тендер выиграл. То есть профессионализация раз еще. А вот еще какие-то есть критерии? Ну, на самом деле, критерии, определяющие качество услуги, они известны. В школьном питании важная составляющая – это кадровое обеспечение. К сожалению, те люди, которые там работают, они не повышают совершенно свою квалификацию, только сдаются на минимум, и вообще никогда технологически их никто не учит. Мы столкнулись с этим в селе, когда люди, ну, просто начальный повар, она где-то в детском саду буквально там мыла посуду, потом перешла работать в школу, и теперь она готовит. Ну, какого качества от нее можно ждать? Только того, который, ну, вот у нее как-то чисто вот сложился дома, скажем, вот так как она готовит, так она и в школе готовит. Никто с нее не спрашивает. Вроде бы как, ну, солено-сладко или там, то есть вот такие только критерии. Технологически, профессионально она не имеет даже понятия о том, как должно приготовляться то или иное блюдо, какова технология приготовления, какие критерии оценки качества. То есть воздействие на профессионализм работников – это первый критерий. Второй критерий – это, конечно, качество тех продуктов питания, сырьевых, которые поступают в школьные столовые. Здесь большое значение имеет цена, которая определяет, опять-таки, департамент либо образование города, либо это Министерство образования области. Естественно, чем ниже цена будет, тем будут менее качественные продукты питания. Материально-техническая база, то есть это оснащение тем современным технологическим оборудованием, которое обеспечивает вот весь технологический режим. Здесь уже невозможно либо не дожарить, либо пережарить, либо не доохладить. Это тоже очень важно. Если старое устаревшее оборудование в школах, которое уже не держит температурный режим и холодильники, или на плитные поверхности настолько устарели, что они не жарят, а только варят, и все время будет одно качество. То есть воздействие на этот критерий, безусловно, это допорядочность предпринимателей, его профессионализм. Мы тоже говорим, что сегодня те, кто приходит в этот рынок, должны иметь сертификат. Да, пусть это добровольная сертификация, но это гарантия того, что он знает и соблюдает стандарты. Это наши дети, это наше будущее, мы должны заботиться о них в первую очередь. Знание основ диетологии и рационального питания. Здесь кроме того, что вообще вопросы качества, ну и правильное распределение рациона питания в течение дня, правильное наполнение белками, жирами, углеводами. Это должен знать и тот предприниматель, который осуществляет поставки. То есть он тоже должен какой-то экзамен или что-то сдавать. Не просто так он сегодня снабжает яйцами, мясом или котлетами каргопольским. То есть по сути мы говорим о... О комплексе мероприятий, направленных на улучшение. Да, о комплексе мероприятий и вот о том, о чем, как бы, что уже сделали строители, делают риэлторы, о саморегулируемой организации. Конечно, конечно. Потому что вот идея с сертификацией, мне кажется, очень полезная, потому что действительно, ну здесь можно достаточно четко отследить, к чему она приведет к повышению качества, да? Вот здесь очень важно, чтобы вот эти инструменты поддерживали органы власти. Потому что если будет существовать отдельно сертификация и саморегулируемая организация, а органы власти будут опять привлекать для, скажем, для организации питания людей каких-то непонятных со стороны, то тогда никакого улучшения не будет. То есть очень важно, чтобы эти инструменты поддерживались. Вот наше предложение... И тогда на выходе можно ожидать качественного улучшения. У нас было предложение, есть хороший предприниматель, готовый инвестировать в сферу общественного питания по созданию вообще современной фабрики. Мы даже разработали технические документы на новые продукты, обогащенные для того, чтобы снабжать сегодня школьное предприятие и качественно изменить питание школьников. Но, к сожалению, опять-таки, ВОЗ-Сын и не там. Есть федеральная программа поддержки питания школьников. Омск как-то вот входили сельские районы по изменению материально-технической базы немножко. Больше пока нет. А есть же примеры стран, где только за счет улучшения школьного питания увеличился вообще IQ выпускника. Вот четко было прослежено. То благодаря вливанию в питание школьников именно организация питания высококачественными, свежими продуктами позволила увеличить успеваемость. Слава богу, мы отошли сейчас совсем от бутербродного питания, которое было навязано, эти чипсы и кукурузные палочки, о чем мы говорили, что этого нельзя делать. Слава богу, сейчас вопрос организации горячего питания, в общем-то, он понимается чиновниками и старается они это сделать, но работы еще очень много. То есть идея создания такой фабрики или завода по производству полуфабрикатов, для того, чтобы уже просто разогревать, не приготавливать в школьных кухнях и больницах, а просто разогрев, да? Да, разогрев, то есть это шоковое охлаждение, при котором никакого ухудшения качества не происходит. Это быстрый разогрев в предприятиях, который позволяет, даже вот шпильками полностью на весь класс разогревается в таком шкафу и быстро идет раздача. Это и культурно, и красиво, и качественно, и вкусно, и соответствует вообще всем требованиям в организации школьного питания. Возможно, когда-нибудь такое будет. Я надеюсь. Да, мы надеемся, потому что дети – наше будущее. Конечно. Нам нужно, чтобы у них был очень высокий IQ. Большое спасибо, Светлана Леонидовна, за наш разговор. Было очень много интересного. До свидания. Спасибо вам. Напомню, что сегодня мы разговаривали об омской ресторации. Наш гость – Светлана Галкина, президент Ассоциации омских кулинаров. В студии был Дмитрий Сапунов. До свидания.